Святой Савва 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 Душанг собрал под власть у своей короны обширнейшие земли. Одним из его данников был город Дубровник. На этой картине вы видите торжественную встречу сербского монарха с жителями Вольного Дубровника. В Патриаршем музее Белграда находится и одежда святого князя Лазая. Он погиб на Косовом поле. Сражение произошло во вторник, 28 июня 1389 года. Турки обманом захватили сербского князя в плен и обезглавили. Перед битвой все воины во главе с князем приняли святое причастие. Позднее это станет символом жертвенности в сербской истории. В начале сербы потеснили неприятеля. Победа, казалось, была близка, но сил не хватило и битва в итоге была проиграна. После этого поражения в православной Сербии на несколько столетий установилось османское владычество. И хотя полегло много врагов, дальнейшее сопротивление стало невозможным. Когда в Европе узнали, что сербам удалось остановить турецкое нашествие, в честь князя и его воинов звонили даже колокола Парижской Нотр-Дам. Когда святой великомученик, князь сербский Лазарь и его войско подошло к Косову полю, он уже отлично понимал, что силы неравные и турок ему не одолеть. Сербы шли на верную гибель. Выбирая царство небесное и жизнь вечную, и сам князь, и все воины, павшие под Косовом поле, они верили, что их жертва будет не напрасной, что она необходима не только своему народу, но и всему христианскому миру. Память о подвиге сербов в битве под Косово помогла им не только пережить четыре с половиной века турецкого ига, но и выйти победителями из Первой и Второй мировых войн. С тех пор, 28 июня, сербская церковь отмечает память князя Лазаря и всех святых мучеников сербских. 1938 год. Хроникальные кадры празднования 550-летия битвы под Косово. Военный парад. Идут ветераны Первой мировой войны, среди которых есть и бывшие офицеры русской армии. Никогда русские и сербы не воевали друг против друга. Ни один русский солдат не был сражен сербской или черногорской пулей. Наоборот, мы всегда боролись вместе против общего врага. Сейчас в Восточной Европе редко вспоминают о братстве по оружию, о совместной борьбе против фашизма. Исключение нынешняя Сербия и Черногория. 65 тысяч советских солдат отдали свою жизнь за свободу народов бывшей Югославии. Вы видите кадры, снятые советскими фронтовыми кинооператорами в партизанских районах Югославии. Они работали в самых тяжелых условиях, вместе с югославскими товарищами выходили из окружения через высокогорные перевалы. Приходилось бросать тяжелую полевую технику и орудия. В оккупированной стране тогда были вынуждены постоянно находиться десятки немецких дивизий. Пожалуй, в годы Второй мировой войны столь мощное партизанское движение было организовано только в России и в Югославии. Во время этого перехода многие партизаны умерли в горах от обморожений, гангрены и голода. Погибли в Югославии и несколько наших кинооператоров. В годы войны советские летчики не раз эвакуировали в безопасные районы раненых, вывозили из окружения на Большую землю руководителей Югославии, в том числе и будущего маршала Тита. Осенью 44-го народно-особорительная армия Югославии в совместных боях с войсками Третьего Украинского фронта под командованием маршала Толбухина разбила дивизии германских и хорватских фашистов. 20 октября был освобожден Белград. В городе начинался голод. Немцы вывезли практически все продовольствие, а что не успели, было уничтожено. В связи с этим советское правительство в то крайне тяжелое для нас время выделило для огладающего населения 50 тысяч тонн зерна. И сегодня, в канун 50-летия нашей победы, на груди у оставшихся в живых ветеранов Отечественной войны, уже крайне редко, но все же можно увидеть медаль за взятие Белграда. Спустя полвека, зимой этого года, в Югославии снова встречали русские боевые машины. Встречали тепло, как братьев. Братьев, которые в трудные времена вновь пришли на помощь, хотя и под чужим флагом. С первых же минут пребывания московского патриарха на земле Югославии, главное, о чем постоянно говорил предстоятель русской церкви, это необходимость скорейшего достижения мира и снятия международной блокады. Мы считаем, что в первую очередь должно быть прекращено кровопролитие. Надо решать все спорные вопросы за столом переговоров, а не на поле брани. Должны быть отменены односторонние санкции. Они не дали желаемого результата. Люди страдают, люди бедствуют. Это вызывает только дополнительное противостояние и нетерпимость. В официальную часть визита патриарха Алексея входили встречи с политическими лидерами Югославии. В Белграде с союзным президентом Зораном Лиличем и с президентом Сербии Слободаном Милошевичем. В Подгорице с президентом Черногории Мамиром Булатовичем. В Пале с лидером боснийских сербов Радо Иваном Караджичем и с командующим сербской армией генералом Радко Младичем. Мы впервые видели, как боевой генерал, который командует огромной армией, берет благословение у православного патриарха. Какая красота! Отсюда, от столицы боснийских сербов, города Пале, до Сараева всего несколько километров. В этой долине войны нет, но небольшой перевал, и вы оказываетесь на участке, который здесь называют дорогой снайперов. Сараева справа за заграждением. Так выглядит Сараева с позицией 664-го отдельного российского пехотного батальона миротворческих сил ООН. 15 мая его сараевскую базу посетил патриарх Алексей. В мае 1994-го здесь хотя бы днем не стреляли. Эти несколько часов в Сараево стали одновременно наиболее трогательным и драматичным эпизодом поездки предстоятеля русской церкви в Югославию. Вы из каких мест? Кто же стоит? Ну дай Бог вам выдержать этот подвиг, это радный подвиг, который вы несете. Бог вам в помощи. Пожалуй, никогда еще православные иерархи не снимали свои белые куколи и клобуки для того, чтобы сесть в армейский бронетранспортер. Такое сейчас можно увидеть только в Боснии. К сожалению, миротворческая миссия патриарха Московского успехом не увенчалась. Алексей II вместе с патриархом сербским Павлом практически целый день пробирались в здание Сараевского аэропорта. Небезопасным был туда и путь господина Кухарича, католического кардинала из Хорватии. Церковные иерархи ждали несколько часов, однако религиозный лидер боснийских мусульман, резиденция которого находится всего в нескольких километрах от аэропорта, от предложенной встречи в последний момент отказался. Российский батальон распортирован в Сараево непосредственно на границе между сербскими и мусульманскими кварталами города. Условия и снабжение гораздо хуже, чем, например, у соседей, французов. О свежих газетах из России здесь уже давно забыли. Но главное, что значительно помогает, это прекрасное отношение к нашим военным, самих сербов. Они отлично понимают, что русский солдат и позиции официальной Москвы – это разные вещи. В конце мая 1994-го в сербских кварталах Сараево уже мало кто остался. И тем не менее, завесив улицы брезентовыми полотнищами, так в городе защищаются от снайперов, здесь продолжают жить. Уезжать некуда и нехкому. Это центральная часть «Бырчка» сербского города в Пасанском коридоре Республики Сербской. Уже два года здесь проходит линия фронта. До передовых мусульманских отрядов 5-6 километров, а до хорватских – несколько сот метров. Только вчера вечером здесь, в центре города, разорвалось несколько снарядов, стреляли из танков осколочными, погибли гражданские люди. За всю историю уже двухлетней войны в этих местах здесь не было сконцентрировано так много боевой техники, солдат и офицеров. Любая провокация, и здесь может подохнуть война, которую еще до этого не знали на Балканах. И именно здесь, в «Бырчка», под покровительством образа святого Саввы, боснийские сербы решили провести заседание своей скупщины – парламента Республики Сербской. В те дни ситуация еще не была критической, и официальный Белград еще не принял волевое решение о закрытии границ с боснийскими сербами. Вместе с собственными корреспондентами телекомпании Останкина в Югославии, Владимиром Соловьевым и оператором Анатолием Кляном, мы приехали в «Бырчка» на следующий день после одного из первых обстрелов. Нам показали дом по улице маршала Тита, 18. Стены и подъезд были в крови. Снаряд влетел вот в эту комнату в квартире семьи Исайловича. В тот момент там находились три человека – дедушка, мать и дочь, 60, 32 и 13 лет. Они смотрели телевизор. На какой-то момент отец вышел к соседям. Когда он прибежал обратно, все было кончено. Жена Светланы была на восьмом месяце беременности. Дочку разорвало в клочья. Чудом оставшись в живых, муж сошел с ума. Вчера мусульмане обстрелили наш город. Погибло три человека и 11 тяжело раненых. Видно, что цель их действия не военные объекты, не наши части, но гражданские, сам город, где живет население. Одна из гранат, которая обстрелена из танка Т-55, попала здесь. Что сделала? Можно видеть на этом здании. Но на наше счастье никто здесь не погиб. В самом городе находятся наблюдатели ООН. Но в таких местах, где мусульмане обстреляли, они не хотят показать миру. Почему? Мы не знаем. Несколько дней спустя обстрел Борчка начали и хорваты, союзники мусульман по антисербской коалиции. В больницах все больше раненых, лекарств не хватает. Мы снимали здесь в конце мая, а уже в июне в Северной Боснии вновь начались боевые действия. Армия боснийских мусульман начала наступление сразу на нескольких участках фронта. И только после международного признания факта агрессии, сербы, перейдя в контрнаступление, выбили противника захваченных им территорий. Однако через несколько месяцев обстановка в Боснии резко ухудшилась. Международное сообщество в ультимативном тоне потребовало от боснийских сербов принять план раздела территорий, разработанный дипломатами контактной группы. На этой карте линия фронта в конце августа. Фактически она совпадает с этническими границами Боснии, в северной части которой бои не утихают. А это вариант контактной группы. Боснийские сербы наотрез отказываются принять международный план раздела из-за вот этой вот разницы. Рощеркам Пераем придется отдать около 20 городов. Тысячи сербов окажутся на чужой территории, и война будет продолжаться здесь еще не один десяток лет. Сербы предлагают создать мусульманские автономии, передать Сараева под международный контроль, расширить Пасавинский коридор. Не мое личное мнение, может быть в нарушении директива Умпрофор, но я скажу, что все эти конфликты, ответственность за эти конфликты, на непродуманные политики, которые проводит Америка, она фактически управляет сейчас НАТО. Ну и чего там греха таит, и организации объединенных наций. О немедленном установлении мира речи здесь, конечно, вести нельзя. Но каждому понятно, что позиция России должна быть более решительной и ответственной в организации объединенных наций. Она должна занять свое место в этой организации. И это, конечно, зависит только от нашего правительства. Не обещания, а конкретные дела и поступки должны быть. В июне 1994-го в Боснию был введен турецкий контингент миротворческих сил ООН. Когда эти кадры показывали в Сербии, телезрители чувствовали холод, исходящий от экранов. За этим чувством стояли столетия турецкого ига, киноцид над боснийскими сербами в 70-х годах прошлого века и огромные жертвы в нынешней войне с мусульманами. Одним из наиболее губительных факторов международной изоляции продолжает оставаться информационная блокада Югославии. Европейская политика о циничной продажности, которой писал, защищая сербов, еще Достоевский, старается замечать и раздувать только то, что ей выгодно сегодня, абсолютно не переживая за свою репутацию и последствия. И вновь Пасавинский коридор. Бои в этих местах идут уже три года. Огромная территория, тысячи пустующих домов. Мы снимались здесь в сентябре 92-го. За прошедшие почти два года, к сожалению, здесь ничего не изменилось. Здесь проходит линия фронта, идет война и по-прежнему гибнут люди. Но, пожалуй, единственное, на что надеются сегодня сербы, оказавшиеся одни против всего так называемого цивилизованного мира, это сербская армия. Спустя 50 лет наши солдаты возвращаются к сербским православным традициям. Восстановлена должность священника, в том числе и в действующей армии. На Западе и на Востоке тоже мало кто понимает, что это не столько гражданская война, сколько война религиозная. Нам противостоят отряды исламских фундаменталистов, а также подразделениях хорватской армии, направляемые католичеством, Ватиканом. Но с возвращением веры мы получили и новый духовный стимул. Армия вновь обратилась к своим корням, к православию, в котором она черпает свою силу. И это позитивно сказывается на моральном духе и боеспособности всей армии. Это залог нашего успеха и победы над всеми нашими врагами. Наиболее величественным событием поездки Алексея II в Югославию стала божественная литургия, которой служили два патриарха, русский и сербский, в еще недостроенном соборе Святого Саввы в Белграде, в самом крупном храме православного мира. Праздничное богослужение началось с торжественного облачения патриархов перед совместным совершением божественной литургии. Оно проходило в малом храме Святого Саввы рядом с Новым Собором, который находится в одном из центральных районов современного Белграда на просторном плато. Здесь 27 апреля 1594 года на пустынном тогда месте турки прилюдно сожгли мощи святителя Саввы, а пепел тут же развеяли. Это были времена самого первого за уже прошедшие два века после Косовской битвы крупного выступления сербов против Османского ига. Грозный Синан Паша надеялся тем самым нанести решающий удар по православной церкви, которая принимала самое активное участие в восстании. До этого мощи находились в древнем монастыре Мелешева. В Страстную Пятницу турки вынесли их из храма. Но эффект оказался обратным. Сербы говорят, нас надо сначала очень сильно прижать, задавить, поставить под гнет, как квашеную капусту, и тогда только мы становимся сильными и решаемся на борьбу за нашу веру, за национальную независимость и свободу. Надругательство над народными святынями всегда только способствовало подъему и возрождению национального духа и национальной культуры, но уже на новом, более высоком уровне. В этот день из собора велась прямая телевизионная трансляция. Под этими сводами по-особому чувствуется, как близки два народа, русский и сербский. Святой Саввы принял монашество в русском монастыре. Два московских митрополита были сербами. Тысячи русских добровольцев воевали здесь в 70-х годах прошлого века против турок. Затем была совместная борьба и общая победа в Первой и Второй мировых войнах. Сейчас в соборе Святого Саввы сербского в Белграде начались отделочные работы. Еще не так анастаса, но алтарь уже освящен, и по большим праздникам здесь проходят церковные службы. Собор начали строить еще в 30-х. К началу мировой войны был закончен фундамент и основание стен, но только через 50 лет строительство было возобновлено. Был при нем современный относительно дешевый и быстрый метод строительства из монолитного бетона. До этого православные соборы так еще не строили. Особыми домкратами от самой земли поднимали многотонный купол. Во время визита Патриарха Московского в Белград обсуждалась возможность строительства силами сербских специалистов Храма Христа Спасителя в Москве. Зворничка Тузланская православная епархия в Боснии. За время последней войны она пострадала больше других. На ее территории погибло 6 тысяч человек, в основном это гражданское население. Осталось более 4 тысяч сирот. Разрушено 53 православных храма и это одна из самых древних епархий в Сербии. Эта война прямое следствие общего давления на сербский народ с целью его расчленения. Мы лишь отвечаем на это и наоборот, боремся за объединение всех сербских земель в одну державу, о чем наш народ мечтал уже много веков. Сегодня мы уже твердо уверены, что святая кровь сербских новомучников, пролетая за свою отчизну и святое православие, не будет напрасной. Мы победим, потому что с нами Бог. И есть в центре Белграда небольшой ресторан. Когда мы зашли, здесь была свадьба. Заранее, естественно, мы ни с кем не договаривались. Называется ресторан «Марш на Дрину». Также называется и это популярнейшая сербская песня. Во время Первой мировой войны именно наступление сербской армии с юга от Солоникского фронта, на котором вместе с сербами сражались и две русские бригады, окончательно отбросила автовенгерскую армию за рубеж по реке Дрина, за пределы Сербии, и решила исход кампании 18-го года. Мелодия марша на Дрину это символ военных побед сербов. Почти все мои родственники беженцы из Боснии, а друзья, все, кто в состоянии носить оружие, в армии. Они специально приехали в Белград только на свадьбу. Спасибо вам, что сегодня вы с нами. Передайте русскому народу нашу благодарность. Я из города Мурконич. Приехал сюда прямо с передовой из района Бугайна, специально на свадьбу своей сестры. Она беженка из Мостара. Наш дом сгорел. Мы потеряли все. Не дай бог никому пережить такое. Теперь я солдат, и мы обязательно победим. Мы приехали к другу на свадьбу из Чайницы, прямо с линии фронта. Я сам из Сараева. Все, что у меня там было, все сгорело. Но сейчас имею возможность приветствовать братский русский народ. Я хочу заявить, что наша республика в Боснии, и мы, сербы, без сомнения, победим в этой войне. Мы так рады видеть вас здесь. Поверьте, все, что на Западе говорят о Югославии, это ложь. Но мы уверены, что именно вы, и только вы, русские, сможете рассказать правду о нас. Ведь мы всегда были вместе. Господин Салатич показал нам один документ. Он специально принес его на свадьбу для гостей. Это справка, которую выдали его деду, Йоже Бабичу, 22 декабря 16-го года. Когда началась Первая мировая война, он был призван в австро-венгерскую армию и в Галиции при первой же возможности перешел на сторону русских. Находясь в действующей армии, он отличился и был награжден Георгиевским крестом четвертой степени за храбрость. Вот так. Всего лишь случайная встреча на свадьбе. Небольшой эпизод славной истории. В 70-х годах прошлого века в Боснии и Версаговине вспыхивает восстание против развязанного турками геноцида православных сербов. Это рисунки тех лет из английских газет. Тогда же появились и первые международно признанные беженцы из Боснии. Четыре тысячи русских добровольцев сражались тогда против турок в рядах сербской армии, командовал которой русский генерал Черняев. В Сербии его почитают как величайшего национального патриота. А это портрет геройски погибшего в Сербии русского полковника Николая Раевского. Он больше известен в России как Алексей Вронский, герой романа Толстого Анна Каренина. В конце которого он уезжает добровольцем в Сербию, где в одном из сражений он будет убит. Ультиматум российского посланника генерала Игнатьева в Царьграде турецкому правительству с угрозой, что если турки не прекратят военных действий против сербов, то посольство покидает страну. В 1878 году в столице Германии состоялся конгресс, на котором крупнейшие державы Европы впервые попытались совместно решить балканскую проблему силы. Он вошел в историю дипломатии как берлинский. В ходе войны с Османской империей, которую сербы считали национально-освободительной, стала складываться ситуация, когда уже побеждавшие сербы и черногорцы вместе с восставшими боснийскими сербами могли наконец-то осуществить главную национальную идею, завещанную им еще святым Савой, объединить всех сербов в одном государстве на своих исконных землях, где веками проживали их предки. Но и тогда этой мечте вновь не суждено было осуществиться. Знаменитая картина «Беженцы из Боснии». Под угрозой ввода австро-венгерских войск Сербии и Черногории было запрещено объединяться с боснийскими сербами, был установлен разделительный коридор, отвоеванные земли были вновь возвращены Турцией, а ослабленная Крымской войной Россия вынуждена была уступить. На Берлинском конгрессе были введены и первые международные санкции против Сербии. Полная аннексия Боснии в 909-м австро-венгрии и дальнейшее обострение ситуации на Балканах лишь подтолкнуло к новой вспышке борьбы сербов и началу двух балканских войн 12-го и 13-го года. Сараево. На этих кадрах последние минуты перед убийством австрийского эрцгерска Фердинанда. Стрелял серб Гаврила Принцип из организации «Молода Босна». Сербии был предъявлен ультиматум. Война началась непосредственно на австрийско-сербской границе. Тогда она проходила по берегу Саввы и Дуная, у стен белградской крепости Калимигдан. Сегодня она выглядит так же, как и 80 лет назад. Слабо вооруженные, практически все ее защитники геройски погибли. В этом храме они причастились к святых тайн перед последним боем. На этих фотографиях зверства австрийских карателей в оккупированных областях Сербии. В России эти снимки практически неизвестны. Император Николай II считал Сербию своим единственным верным союзником Европы, где к 1914 году ситуация резко изменилась и Россия уже не могла бросить православную Сербию на произвол судьбы. Это кадры патриотических демонстраций в Петербурге, участники которых приветствовали царя, поддержавшего в беде своих православных братьев. Высадка в 1916 году двух русских бригад в Греции. Тогда на Солоневском фронте русские сербы впервые официально сражались против общего неприятеля. Сражались и победили. Коронация Петра I Корогеоргиевича, короля сербов, хорватов и славянцев. Хотя уже тогда его предупреждали от такого многим казавшегося неестественного сочетания. Впервые было образовано Югославское государство. А уже в 21-м после кончины своего отца Петра корону принял Александр Корогеоргиевич. Дальний родственник царственного дома Романовых, он боготворил Россию. В юности учился в Петербурге в кадетском корпусе. При Александре Сербия отказывала Советская Россия в дипломатическом признании. В том числе и на средства Александра была построена русская церковь в Святой Троице в Белграде. Все долги Сербии царскому правительству он выплатил русской колонии. Офицеры императорской армии с сохранением чинов и званий могли служить в королевской армии. Сейчас на фронтах Югославии вновь сражаются наши соотечественники. Это памятная доска с именами русских добровольцев, погибших за свободу Сербии за последние два года. Она установлена в этом храме стараниями протеерея Василия Тарасева. Сегодня здесь расположено подворье Московской Патриархии. Алексей II уже в первый день своего визита посетил Троицкий храм и вместе с патриархом сербским Павлом отслужил молебен. Когда начинают строить православный храм, в его основание всегда кладется частица мощей. В фундаменте Свято-Троицкой церкви в Белграде горсть русской земли, привезенной нашими эмигрантами, с вынужденно покинутой родины. Здесь же в храме и могилы барона Врангеля. В Белградском киноархиве сохранились несколько кадров торжественной церемонии перенесения останков генерала Врангеля. Последний командующий русской армии скончался в Брюсселе, но его прах решено было захоронить именно в Белграде. К 30-м годам Югославия становится важнейшим центром русской эмиграции. Сремские Карловцы. Очередной пункт поездки патриарха Алексея. В этом городе в ноябре 21-го было образовано высшее церковное управление русской православной церкви за границей. В этом доме жили российские иереи и в том числе митрополит Антоний Храповицкий. Только к концу 20-го года в Европе оказалось более 2-х миллионов русских эмигрантов. Подавляющее большинство были православными. Состоявшийся в Карловцах собор русских архиереев положил начало расколу в нашей церкви, который позднее был назван Карловацким. Его последствия, к сожалению, не удалось преодолеть до сих пор. А это уже Шумади, самый центр Сербии и всего Балканского региона. Здесь на горе Апленос Блистополы фамильное имение и пантеон королевской сербской династии Карагеоргиевич. В имение мы приехали по приглашению принца Томислава, сына убитого в Марселе короля Александра. Он показал нам бережно хранящиеся в местном музее русские иконы, которые были в разное время подарены Карагеоргиевичем, в том числе и членами дома Романовых. Над главным входом храма, который был построен и освящен еще в 12-м году, фамильный герб и святой Георгий. Покровитель рода. На этой мозаике Георгий Победоносец чертами своего лица напоминает короля Петра, основателя храма и деда принца Томислава. Строили и украшали храм мозаичными копиями самых известных фресок и старинных сербских монастырей группа русских художников. Всего 725 различных композиций, 40 миллионов цветных стеклянных плиток. В храме много символов. Один из них вот этот пылиэлей или огромная люстра в форме опрокинутой царской короны напоминания о поражении в битве под Косово. Ее отлили из орудий времен Первой мировой войны. В высыпальнице Каргеоргиевичей захоронены 19 членов династии, в том числе и король Александр. 1934 год. Марсель. Александр Первый Каргеоргиевич прибыл во Францию с официальным визитом. Встречал его французский министр иностранных дел Луи Барту. В Марселе Александр должен был подписать документы о предоставлении независимости Хорватии. Если бы это произошло, то новейшая история балканских стран была бы совсем иной. стреляли в упор из Маузера. Убийца был тесно связан с профашистской организацией хорватских устышек. Король Александр стал фактически первой жертвой международного фашистского террора. Была обезглавлена крупнейшая в то время славянская монархия. Это король Александр с сыном Томиславом. Сегодня сам принц по иронии судьбы лишь гость в своем родовом имении. У него нет даже никакого гражданства, только вид на жительство, выданный британской королевой. Когда свершилась революция, мой отец пригласил русских эмигрантов жить и работать в Югославии. Они внесли огромный вклад в науку и культуру нашей страны. Я думаю, что мы никогда не забудем, что сделали для сербов Россия и Романовы. Надеюсь, что и вы будете помнить о том, что сделали для вас Карагеоргиевичи. Всегда наши монархи имели духовно освященную власть. И когда эту власть свергли в 17-м году в России и в 34-м году в Сербии, то в наших странах начался геноцид против народа и православной церкви. И начался он с убийства царей-мучеников, вашего Николая Второго и моего отца Александра. Не стало главного стабильности и духовности. Потеряв душу, истощаются силы народа, и он лишается своего сердца. На этих фотографиях разгон жандармами демонстрации протеста православных священников в Белграде в 37-м году. Через год в разгар так называемого конкордатского кризиса умирает сербский патриарх Варнава, ревностный противник сближения с Ватиканом. По некоторым свидетельствам он был отравлен. Это хроникальные кадры его похорон. Кстати, патриаршество было восстановлено в Сербии именно при Александре 22-м. Сложившуюся ситуацию Ватикан попытался использовать своих интересов и навязать конкордат, то есть признание за католицизмом чуть ли не главенствующего положения в Новой Югославии. Для фашистской Хорватии в Ватиканом была разработана специальная антисербская доктрина, было уничтожено до миллиона сербов. Уже в 41-м году устыши хвастались, что именно они убили короля Александра. По некоторым данным, приказ был отдан лично хорватским диктаторам Павеличем. И в сегодняшней Сербии об этом хорошо помнят. Хотя отдельные политики на Западе, да и в России, упорно не хотят понимать, насколько важен на Балканах исторический фон происходящих событий и их религиозный аспект. Храм Александра Невского в Белграде. Первую утварь и облачение храм получил еще от походной церкви русских добровольцев генерала Черняева более ста лет тому назад. Здесь же находится и мемориальная доска царя-мучеников Николаю и Александру от белградского русского кадетского корпуса. Николай II лично жертвовал средства на храм святого благоверного князя Александра в столице Сербии. Когда-то в 30-х на этой площади в центре Белграда хотели поставить памятник русскому императору Николаю II. Деньги были собраны, помешала немецкая оккупация. Ресторан, который называется «Русский царь», переименовали в «Загреб», но сегодня здесь все как и было. Пожалуй, единственный в мире памятник русским солдатам, павшим за веру царя и отечества, в годы Первой мировой войны находится тоже в Белграде на русском кладбище. Офицеры Могила героя Белого движения генерала Алексеева. Он завещал оставить на надгробном камне только одно слово «Михаил». Артисты, ученые, архитекторы, преподаватели университета, священники, дипломаты. Многие из них отдали Югославии и сербскому народу свои лучшие годы, талант и энергию. Сегодня ни в одной стране мира, кроме Сербии, не вспоминают с такой теплотой о том, что сделали для нее русские эмигранты так называемой «Первой волны». Москва, Иверская часовня. Эту картину Добужинского нам показали в Национальном музее. Когда в Первопрестольной часовня была разрушена, в тот же год здесь поставили такую же, только вместо Малахита пришлось покрасить ее стены обычной краской. Внутри все очень скромно, но достойно. Икона Иверской Божьей Матери. Когда мы зашли, здесь шла уборка к празднику. Сегодня мы пришли, потому что пятница, по пятницам приходим убирать иверскую часовню. Обыкновенная одна, но часто мне и помогают. Вот помог мне сегодня мой родственник, который женат, он серб, женат на русской, сам очень религиозный. Я сына полурусская. Моя мама русская, княжна рогальская, урожденная, кончившая институт благородных девиц. Здесь же, в нижнем пределе Иверской часовни находится и могила митрополита Антония Харповицкого. Генерал Краснов в своем романе «Опавшие листья» написал «Тот, кто забыл свою родину, тот умер». В Белграде мы познакомились с семьей Самофаловых Алферовых. Дедушка Константин Яковлевич родился в Галлиполе, воспитанник русского кадетского корпуса в Белграде. Во время гитлеровской оккупации был в партизанском отряде и вместе с армией Металбухина освобождал Югославию. Прадед Яков Васильевич из старинного дворянского рода. От их родового поместья в Суммах Ветерской губернии остались только вот эти фотографии. Семья была большая, военная. Еще в 812 году прапрадед получил георгиевское оружие. Потом была мировая война, революция, добровольческая армия. Фамилия почти закончилась. Дальше Крым, Галлиполе, Марсель, Белград. Когда наша семья была вынуждена покинуть свою родину, Сербия приняла нас, за что мы всегда останемся ей признательны. Но и сегодня мы стараемся поддерживать в семье русские традиции и православную веру. Она у нас одна, общая. Как политик я думаю, что и русский и сербский народ еще покажут всему миру, что такое истинная демократия. О ее западных вариантах в Сербии свое мнение. Высотный большой дом в центре легко узнаваем на этой пленке 50-летней давности. Мы ее искали очень долго. Белградские старики рассказали нам об одном эпизоде из истории своего города. Вы видите, последствия американской бомбардировки Белграда в пасхальное воскресенье весной 44-го. До этого налетов не было, их никто не ждал, и в военном отношении они не имели никакого смысла. Погибло полтора десятка немцев и несколько сот белградцев. Напомним, что только в Белграде, когда в 41-м году немцы входили в город, улицы сербской столицы были пусты. позднее гитлерцев встречали так только в России. В город Новий Сад мы приехали специально. Именно здесь, в центральном парке города, находится единственный за границами России памятник одному из величайших русских святых Сергию Радонежскому. Такой же памятник Вячеслав Клыков установил в селе Радонеж возле Троицы Сергиевой Лавры. Старые документальные кадры. Слепой Гусляр Со времен Косовской битвы гусляры пели в своих балладах о великой христианской жертве своего народа. Они верили, что Господь не оставит сербов и что Сербия воскреснет из пепла и вновь станет крепкой православной державой. Сегодня, спустя несколько веков, это, наконец, не сможет осуществиться. В последние годы резко усилилось давление на православие со стороны различных антихристианских сект и объединений. Наша ассоциация основана по настоятельному требованию родителей, чьи дети оказались в различных деструктивных сектах. Речь идет о сектах, в перечне которых на первом месте идут секты сатанинские. Причем большинство, главным образом, молодых людей вовлекаются в эти секты против их желания путем различных манипуляций. Основным механизмом достижения контроля над мозгом является внушение и прямой гипноз. Стирается эмоциональный код личности, она становится полностью подавляемой и затем наносится определенная программа. Это официальный список представительств бывшей Югославии только одной сатанинской секты Ордо-Темпли-Ориенти, а всего подобных сект только в Сербии 40 видов. Сейчас практически вся Югославия покрыта сетью тайных организаций религиозного типа, причем больше, чем любая другая европейская страна подобной величины. Доктор Цветанович, а вы думаете, что в России происходит то же самое? Абсолютно уверен, что и в России существуют подобные секты, практически речь идет о разрушении государства. Началось все с марксизма и воинствующего атеизма, а сейчас заканчивается чистым сатанизмом. Это страшная духовная агрессия. То, что они пропагандируют в нашем народе, это губит душу человека, особенно молодого, делает его душевно больным. Православная церковь обязана защитить свой народ и его духовное здоровье. Хороший хозяин, защищаясь, не должен выбирать средств, когда грабят его собственный дом и убивают семью. Черногория. Впервые в истории этой небольшой славянской республики патриарх московский побывал ее в монастырях и храмах и совершил божественную литургию на только что освященном фундаменте собора Святого Вознесения в столице Черногории Подгорицы. Его строительство было прервано гражданской войной и блокадой. В своих многочисленных выступлениях и в Сербии, и в Черногории Алексей II неоднократно подчеркивал необходимость отмены санкций против Югославия, а также отмены всяческих эмбарго. Сербы доказали практически полную несостоятельность и безрезультатность международного бойкота, в котором в ущерб самой себе продолжает участвовать и Россия. Размеры этого ущерба превысили уже 25 миллиардов долларов. Главное духовное значение поездки предстоятеля Русской Церкви в Православную Югославию оказалось намного выше политического. Патриарх Алексей многократно служил молебны в храмах и монастырях. Вместе с патриархом сербским Павлом он посетил горную обитель Острок, где покоятся мощи глубоко чтимого в Сербии святого Василия Острожского чудотворца. Мы приехали в этот монастырь поздно вечером. Был сильный ветер и гроза. На такой высоте виноград не растет, но единственная виноградная лоза, которая прижилась в этих скалах, выросла на том месте, где 29 апреля 1671 года скончался преподобный Василий. С тех пор и до сегодняшнего дня не прекращаются чудесные исцеления у раки с мощами святого Василия. Вряд ли есть в мире еще такой народ, как черногорцы, у которого Россия такое же святое понятие, как и родная мать. С нетерпением ждали русского патриарха в старинном монастыре Цетине. Но то, что мы удостоились увидеть в этой древней обители, поначалу показалось нам невозможным. Смотрите, это нетленные мощи, рука Иоанна Предтечи. Именно ей он крестил Господа нашего Иисуса Христа более двух тысяч лет назад. Рука Иоанна Крестителя, чудом спасенная еще в апостольские времена, сохранена и находится в Черногорском православном монастыре Цетине. Эта величайшая святыня ранее хранилась в России, но сразу после революции была вывезена из-за угрозы осквернения. 910 год. Эскадра русских военных кораблей у берегов Черногории. Столько боевых вымпелов здесь видели дважды. Второй раз сегодня, когда натовская армада вошла в Адриатическое море. На этих кадрах коронация черногорского короля Николы. На церемонии присутствовал великий князь Николай Николаевич Романов. Он приходился с зятем королю Николе, у которого было шесть дочерей, все вышли замуж за европейских вельмож и монархов. Елена Савойская за последнего короля Италии Виктора Эммануила, Зорка за Петра I Кора Георгиевича, Станка и Милица были выданы за великих князей Романовых. До коронации Никола княжил в Черногории пятьдесят лет. Сегодня в бывшем дворце короля Николы можно увидеть его ордена, среди них на особым месте русские. Андрея Первозванного первой степени, Белого Орла Анны Георгиевский Крест. Король Никола имел чин фельдмаршала русской армии. Черногорские офицеры со времен Петра Великого с честью служили России, а генералы Попович и Гвозденович герои Порт-Артура. Удивительная и печальная встреча произошла у нас в монастыре Цетине. Отсюда всего лишь полтора десятка километров до Албании. 45 лет прожил Алексей Викторович Мищенко русский человек в той стране. Худшего вероятно и не пожелаешь. Отец царский полковник, не пережив предательства в Брест-Литовске, пошел в добровольческую армию. С войсками врангеля покинул Россию. После Галиполи перебрался в Подгорицу. Когда Черногорию оккупировали, то вся семья бежала в Албанию. Русским оставаться здесь было нельзя. В Албании у Шкодри был храм, замечательный храм, построенный в начале этого века, святого Александра Невского, русский храм. Его снесли в 64-м году, не осталось ничего. Затем снесли все остальные храмы, так что у нас в городе сейчас нету ни одной церкви, нет ни одного священника. У нас некому крестить, некому венчать, некому хоронить, некому почищать. Заговорили о России. Едва сдерживая слезы, этот уже далеко не молодой человек сказал. Рвусь и сердцем и душой, я вам уже сказал это. Хат на хутор, хат куда, только лишь где был русский воздух. Не страшно? Ну, абсолютно, абсолютно. Вы знаете, в наших годах у нас единственное желание сейчас умереть на своей земле. Вы знаете, здесь умирают люди, хоронят их в своей земле. Я им завидую, что они свою землю хоронят, а я на чужие. У него жена, два взрослых сына, Виктор и Аполлон. Все глубоко верующие люди. Состоялась и короткая встреча с патриархом Алексием. Старший сын Владимир приглашен на учебу в русскую духовную семинарию. Монастырь Грачаница недалеко от Косово поля XIV века. Один из последних пунктов чрезвычайно насыщенной программы визита патриарха московского в Югославию. Православных здесь меньшинство. Сегодня эта территория относится к автономному краю Косово. Здесь живут в основном албанцы, которые исповедуют ислам. В сербско-православной церкви сейчас 10 епархий, 180 монастырей. На территории Хорватии в мусульманской части Боснии нет ни одного православного епископа. 154 храма уничтожены полностью. Здесь, в православной Сербии, мы увидели то, что сегодня можно, пожалуй, посмотреть только на кадрах старой кинохроники. Встречая русского патриарха, простой народ, искренне приветствуя его, скандировал название нашей страны, России. Такого в наше время даже невозможно представить нигде в мире, нигде, кроме Сербии. Мы видели проявление необыкновенной любви и добрых чувств к русскому народу. И вот эти чувства, они просто вдохновляют нас. Я думаю, что если мы будем едины, то мы выстоим против всех трудностей, которые сегодня стоят на нашем пути, на пути русского народа и на пути сербского народа. Как бы вы оценили уровень православия в Сербии, востроковленности народа и духовности? Тоже происходит то, что и у нас возвращение людей, сербского народа, к своим духовным ценностям, потому что в течение 50 лет пытались оторвать сербский народ от веры отцов. Сейчас происходит возвращение народа к своим духовным ценностям и с православием сербский народ не погибнет. Ангел на гробе. Фреска из древнего монастыря Мелешего. Уже семь веков она считается символом православной Сербии. На земле святого Саввы мы провели только десять дней. 4С. Само слога «Сербина спасава». Только согласие спасет Сербию. Таков главный завет святого Саввы своему народу. Сегодня сербы твердо убеждены, что через мучения нынешней войны их родина воскреснет и будет едина. Страна живет. Международный бойкот и санкции сделали только одно – дали сербам почувствовать себя сербами, вернуться назад к корням, к своей истории, к православной вере. Именно здесь они находят все новые и новые силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok